Дорогая беда, давайте по-русски будем вести эту речь. Вы сказали, что вы знаете рецепт медленного похудения. Расскажите, как это? Вы на себе испытали или на мне, или на ком? Я испытала это на себе. Нормализует давление, очищает кишечник. Почему худеешь? Не потому, что похудело тело, а худеешь, потому что очищается кишечник. Полностью освобождается, поэтому на килограммов 14-16 свободно худеешь в течение месяца. Да вы что, расскажите как? Один месяц. Вечером я приготовлю... Каждый вечер это, да? Каждый вечер. Вот, смотрите. Что за каша это? Гречневая. В пакетиках для варки написано. Вот такую кашу беру. Так, они вот в таких брикетах. Так. Открываю брикеты. Два или один брикет? Сейчас я буду показывать и не буду готовить, просто я буду вам показывать. Высыпаю вот сюда. Я не варю в брикетах, потому что я этого не люблю. А это можно варить в самих брикетах, да? Да. Они варятся в брикетах, потому что они специально в брикетах варятся. Для варки. Но я из-за того, что это целлофан, я этот целлофан удаляю. Так. Это забираю сюда. Два пакетика. Два пакетика. Заливаю кипятком, мою, тщательно мою. Кипятком. Я уже только налила кипяченую воду, закрываю крышку. То есть я свою посуду, посуду накаляю. Накалила я посуду, эту воду выливаю. Выливайте, чтоб я видела, выливайте. Все это надо показывать, потому что некоторые недопонимают это все. Это самое. Это я выливаю. Так. И сюда уже насыпаю, вымытую горячую, эту гречку. Насыпаю. После этого заливаю ее кипятком. До каких пор? До краев. Вот заливаю кипятком. Примерно литр, наверное, да? Без соли, да, один литр. Без соли, без ничего. Закрываю крышку. На какое время? Кипятком залили. И накрываю полотенцем. Чем-нибудь теплым. Сейчас, у меня здесь было полотенце синий. Как интересно это вообще-то. Хорошо. Я сейчас сну. Вот. Еще накрываете, да? Чтоб теплее подольше. Накрываю вот так полотенцем. Плотно закрываю, очень плотно вот так закрываю. Оставляю до утра. Это надо вечером, вот как сейчас, да, делать? Часиком 8-9. Вот у нас сейчас вечером карачаевский. Вечером мы делаем 8-9. И, ну, уже можно вот сейчас залить. И оставляем до утра. До скольки утром? Утром я встаю в 7 часов. Беру мою кружку. В эту кружку здесь 200 граммов. Я набираю теплую воду и пью без ничего чистую воду. Не кипяченую, да? Как только теплую. Теплая, не кипяченая, да? Не надо, чтобы она была кипяченая. Обычная вода. Теплая вода. Теплая вода. Я ее выпиваю. Если могу, то я выпиваю 2 стакана. Если можете, пейте 2 стакана. 2 стакана лучше. Так. Почему? Потому что за всю ночь желчь, все, что собирается в желудке, вот эта чистая вода ее смывает, полностью удаляет. После этого, после того, как я выпила воду, я через 2 часа начинаю есть свою кашу. Сколько и как? Процедила, процедила. Она подходит, такая, это самое, почти как 2 килограмма становится пушистая. Такая, не добавляя масла, соли, ничего не добавляя, ее вот такой пресной поедаете. Сколько? Всю? Если можете, за раз можете съесть, а можете через 2. Частями, да? Да. Когда вы его съедаете, после нее в течение 3 часов не надо ничего кушать. Поэтому, когда утром завтракаете... И пить нельзя? Пить можно, а есть нельзя. Есть нельзя, почему? Потому что вот эта без соли, без ничего гречка расщепляет все, что у вас есть в желудке и расщепляет то, что у вас в большом кишечнике. Поэтому не надо есть в течение 2-3 часов. Когда доедете кашу, потом вы едите все, что хотите. Арбуз, огурцы, картошку, борщ, что хотите есть. Мясо, можно, да? Мясо, все, что хотите. Ограничений нет. В еде ограничений нет. Ух ты, как здорово. Едите. Только вот эта процедура, которую вы делаете утром, эта процедура очищает весь кишечник. И когда она без соли, без ничего, вот эти жиры, которые скапливаются, она их выгоняет. И получается, что вы, ну так посмотреть, вот похудели, да? Обычно, когда худеют, руки свисают, вот мясо так, это самое становится. В данном случае этого не случается. Просто худеешь, опрятно, аккуратно и при своем силе. Поэтому я всем предлагаю вот такой рецепт. Абидат, будьте добры. Мне это, конечно, некрасиво, но спросить, вот вы, сколько весили, сколько стали весить после применения этой пищи? Я 114 килограммов весила. Сейчас? А сейчас я вешу 98 килограммов. Вау, вау, умница моя. Вот на сегодняшнее время я 90. За какое время вы похудели так? Месяц. Спасибо. Месяц. Месяц. Сколько есть людей нуждающих в таком рецепте? Я посчитала, я купила вот таких 5 пачек. 5 пачек? 5 пачек. Сколько надо, какое время надо ими использовать? Вот у меня теперь осталась еще одна пачка там. А там сколько у этих брикетиков? Здесь их, это... Штук 10 или 20? 11 штук, кажется. Нечудное количество? Да, 11 штук. Ну, 10, это вы платите, 11, как это, как подарок стоят. Вот, 11 штук тут. Спасибо большое. Спасибо большое. Я думаю... Всем, кто желает выздороветь, всем, кто желает медленно похудеть и быть красивым, добро пожаловать в такой этот... Я первая начну пробовать. Я целых 90... Ой, 84 килограмма вес. Спасибо, Абидат. Абидат, эту кашу гречневую еще расскажите. Вот период какой надо пить или кушать, как это правильно сказать? Значит, утром пьете два стакана теплой воды, обязательно теплой. Так. После этого, через два часа, едите эту кашу. Как вы сказали. Да, вот эти две пачечки, если можете, съешьте за один раз. Так. Если не можете, за два раза. С остановочкой. В течение месяца. В течение часа. Часа вот эти две пачечки скушать. И в течение месяца, видите. Надо кушать вот это в течение месяца, да? Здесь происходит процесс такого медленного похудения. Не то, чтобы быстро похудеть, а медленного похудения. Вы это на себя ощутили. Люди пьют таблетки для похудения. Мочегонные, да? И быстро худеют. Быстро худеют. Это неправильно. Когда ты быстро худеешь, перестаешь пить таблетки, точно так же быстро назад поправляешься. Чтобы этого не было, чтобы процесс сохранялся, нужно обязательно медленно худеть. Медленно смывать с себя лишние вот эти. Ну, после вот, как я окончу вот эти гречневые, я собираюсь потом взять рисовую. Месяц отдохну. И через месяц я буду есть рисовую кашу. Точно так же. Просто обычный рис, да? Да, обычный рис. А его как готовить будете? Точно так же буду готовить. Две ложки, да, наверное? Две ложки варить. Нет, нет. Или он в пакетиках продается? Они тоже в пакетиках есть. Точно так же я буду их брать в пакетиках, по две пачечки. И вот так буду приготовить. После этого, если я доживу, тогда я буду есть овес. Но это уже как раз к самой осени. Как овес едят? Овес двумя способами едят. Расскажите, каким вы собираетесь? Это овсяную кашу, вот эту, раздавленный геркулес. Заливаем точно так же кипятком и едим. Но еще можно овес взять в зернах, посадить. Ну, самое лучшее. Берете коробочку из-под яиц, наливаете воду. И овес потихонечку в лунки во все вот так засыпаете. Следующим мокрым закрываете. И все время мокрым вот такими гнездами. И все время вот здесь поливаете, поливаете, поливаете. И тогда оттуда от росточки начинают вырастать. И вы тогда будете есть вот эту зеленую массу. А как ее едят? А ее прямо таким же берешь и зеленую массу, как зеленый лук, как зеленую, это самое, петрушку ешь. Но вот это от ростки овса зеленым омолаживает клетки всего организма. Особенно у женщин это очень самое хорошее. Очищает печень, очищает кровь. Это очень, очень даже полезно. Полезно, да? Да. Спасибо, дорогая дата. Хотя бы один раз в год надо пророщенный овес есть. Спасибо. Спасибо большое, Абидат. За что? Столько ценного узнаю от вас. Спасибо большое. Май Аллах.